привет привет мои хорошие я только что из ванны это просто кайф это просто кайф когда у тебя есть возможность нормально искупаться так лицо красное проскрабировала все той же чистой линии потом поковырял как же без этого мы же без этого не можем сразу скажу не отвечать каждому что там с моей спиной спина стала лучше но до конца не прошла завтра утром идем мы к врачу на этот раз когда мы позвонили в ту же клинику в которую мы ездили прошлый раз на этот раз меня записали к ортопеду прошлый раз к нейрохирургу хотели направиться посмотрим я сделаю мрт потом уже будет видно что у меня со спиной вот сейчас будет у меня уход дневной уход хотя я утром уже наносила кремики но все равно все то же самое ничего нового тот же крем для глаз с алиэкспресс распаковка была есть видео в плейлисте товары с алиэкспресс девочки я не могу каждому давать ссылочки на вещи которые показываю простите меня пожалуйста сразу отвечу на самый частый вопрос последнее время у меня в директ инстаграме какой витамин d3 я даю давала детям махачкале когда я была махачкале давала детям вегантол а сейчас даю витамин d3 который заказал сайта сайта ахер видео тоже есть на канале не ленитесь смотрите еще второй вопрос тоже по поводу препарата какой препарат я давала для повышения для повышения гемоглобина это был фарлатум фолк вот каждому отвечать я не могу простите меня пожалуйста дневной крем вот этот у меня корейский которые покупал махачкале наношу его часто здесь уже вот мало осталось расход у него не экономичный или я так наношу я не знаю вот это наверное на лицо мне хватит ну и на шею конечно хотела поболтать с вами о выплатах в турции при рождении детей я не смогу сказать сколько вам заплатят за первого ребенка сколько за 2 сколько за 3 я единственное могу сказать сколько заплатили нам но нам заплатили как за второго и за третьего ребенка потому что у мужа уже есть первый ребенок но чем и получается мы получили деньги за 2 и за 3 рожденного ребенка ровно тысячи лир ровно этой сейчас chciaуме получили за 2 и за 3 ребенка рожденных вот это небольшие деньги так Вот. Больше здесь выплат никаких нет, но если вы работаете официально и у вас хорошая зарплата, то, конечно же, есть выплаты декретные, типа, у наших. Так. И хотела сказать по поводу документов, которые нужны от мужа иностранца для получения выплат в России. Ну, в России не знаю, в частности, я получала в Махачкале, именно в Махачкале, как там по всей России, не могу сказать, потому что в Махачкале законы не писаны. Почему я так говорю, сейчас поймете. У меня был перевод нашего свидетельства о регистрации брака, нотариально заверенный, а после перевода все сделано в Турции. По этому переводу я получала два года назад, два или три года назад, я сейчас точно не помню, получала новый паспорт с фамилией, с двойной фамилией. Так как, когда я, когда мы зарегистрировали брак, мне поменяли фамилию, у меня двойная фамилия. И вот где-то года три назад я ездила в Дагестан, чтобы поменять паспорт. Вот с этим переводом, который был сделан в Турции, я поменяла этот паспорт. На этот раз я приехала в Турцию с этим же переводом. Еще что было у меня? Еще перевод нотариально заверенный мужа паспорта был. Он его привез уже. Так. С этим же переводом я приехала в Махачкало на этот раз. И получила свидетельство о рождении детям с этим переводом. С тем переводом, который мне привез муж, перевод паспорта. Короче, еще раз скажу. В этом году, точнее в конце того года, я получила детям свидетельство о рождении, предъявив перевод нашего, перевод документа, свидетельство о регистрации брака и перевод паспорта мужа. Переводы были сделаны Турцией. Почему я так говорю? Свидетельство о рождении мне выдали. Дальше. Дальше мне нужно было получить выплаты по рождению деточек. Как вы думаете? Мне сказали, что эти переводы недействительны. Поэтому, знаете, у нас Дагестал, Махачкала, в частности, такое место, где в одном месте документы действительны, в другом они недействительны. И вот для получения выплат мне пришлось перевод, нотариально заверять и все-все-все делать в Махачкале. Паспорт мужа. Кимлик тоже мы предоставили. Оригинал, по-моему. Но он мне был нужен, я не знаю, зачем мне его спросили. Паспорт мужа обязательно нужно перевести. И вот свидетельство о заключении брака. Тоже все переводила в Махачкале. К чему я это говорю? К тому, чтобы, знаете, лучше, наверное, все-таки переводить в России, чтобы до вас не докопались. Чтобы вам не было двойных расходов. Это не очень дешево переводить, бегать нотариально. Нотариус перевод, апостиль. Каждый лист оплачиваете. Поэтому сделайте это все в России. Вот так вот. Желательно, конечно, чтобы ваш муж был рядом, потому что, например, чтобы получить... Чтобы записать своих детей в паспорт, У меня почему-то, хотя законом это не предусмотрено, от мужа попросили, потребовали, попросили, будем говорить, не потребовали, попросили расписку о том, что он разрешает прописать моих деток по тому адресу, где я прописала. Хотя, вы знаете, по закону они не должны были требовать просить эту расписку, потому что, так как мой муж не имеет в России, за ним не закреплена никакая недвижимость, он нигде не зарегистрирован там, не прописан точнее, я имею полное право прописать своих деток там, где прописана я. По закону так. Ну, у нас они не хотели, муж был рядом, я написала от руки, он подписал. Все. Я когда спросила, у меня зачем это, это же по закону не нужно, девушка там сказала, которая работает в миграционной, чтобы, говорит, знаете, бывают случаи, вплоть до судебных процессов, что потом, говорит, отцы приходят заявление и пишут, зачем вы, мол, типа, моих детей прописали там-то или там, чтобы вот этих вот мелочей не было. Ну, они, короче, перестраховались. А так по закону не должен папа писать эту расписку. Еще мне часто писали о том, что если у меня дети рождены от иностранного гражданина, что, я, в принципе, об этом уже говорила, но второй раз повторюсь, что в аэропорту таможенники будут спрашивать разрешение на вывоз детей. У нас такого не было и такого по закону нет. Я это тоже у таможенников спрашиваю. Почему? Потому что мои свидетельства о рождении детей были у меня на руках, и мои дети вписаны в мой паспорт. И у нас законный брак. Вот. Мы в браке. Вот три основные причины, которые меня назвал таможенник. И единственное, что он меня спросил, ну, вот, в связи с соорождением он меня спросил. Почему? Потому что у меня с детьми разная фамилия. У детей фамилия мужа, у меня двойная. Девятья плюс мужа. Поэтому в связи с соорождением нужно иметь на руках всегда. Вот. Ну, и что еще там на таможне мы проверили? Проверили гражданство детей. От того, что они родились в России, автоматически гражданами России они не становятся. Гражданство нужно подтверждать, так как отец иностранный гражданин. Гражданство я подтверждала в миграционной службе. Это делается очень быстро. Сзади на бумажке бумажку вам дают... Нет. Сзади свидетельства о рождении печать стоит гражданство. Все. Бумажку дают с пропиской. Я уже перепутала. Бумажку будет отдельно с пропиской, которую там дают. И вот сзади наследство о рождении вам ставят печать о гражданстве. Вашим детям, точнее. Вот, в принципе. Я так шумбурно все рассказала, но я надеюсь, понятно. Если непонятно, спрашивайте, я отвечу. Вот такие вот дела. Выплаты. По поводу выплат. Я все получаю. Точнее, все выплаты я... То, что должна была получить, все получила. Сертификат материнского капитала тоже получила. Использовать его в Турции нельзя. Использовать его можно только на территории России. Но, в принципе, мы его как будем использовать? Будем покупать жилье. Как его еще использовать? Жилье моим детям в России никогда не помешает. Вдруг они захотят переехать. Хотя я сомневаюсь, конечно. Но когда будут приезжать на мою родину, чтобы у них было где остановиться. Вот. Выплаты в декабре я все получила. В январе, правда, не получила. Так как у нас Махачкала особенное место. Январские выплаты приходят вместе с Иральским. Хотя моя подруга, которая родила вместе со мной, тоже двойню. Но у нее прописка в Ставропольском крае. Она уже получила все выплаты. У нас в Махачкале, знаете, законы не писаны или писаны как-то вот по-особенному. Вообще мы живем как-то по своим законам. Да-да. У нас свои законы. Вот. Перейдем к уходу. Крем вот этот самый. Мне не очень он нравится. Хотя я не очень требовательна к уходовым кремам. Но мне главное, что он как бы ухаживает, ухаживает. Хуже кожи не стало. Но почему он мне не нравится? Расход большой, во-первых. Во-вторых, кожа липнет. Я понимаю, что там слизи улитки и так далее. Но у меня были до этого кремы со слизи улитки. Кожа вот так не липла. Он как-то вот и руки липнут, и кожа липнет. Ну, мне не очень нравится. Под макияж я бы этот крем не стала делать. Если его делать, то где-то через часа полтора-два только макияж наносить. Такому крему я точно не вернусь второй раз. Купила, забыла и все. Вот эта вот маска-пилинг, помните, я покупала здесь? Лареаловская, да? Да, Лареаловская. Она мне, кстати, нравится. Хотя я тут пурчала, ворчала, что мне продавщица-консультант дала пилинг. А я хотела маску. Она хорошая. После нее кожа очень такая мягкая, нежная. Классная кожа после нее. Очень нравится. Именно вот эта вот у меня. Что еще рассказать? Крем ночной я вам показывала. Я его покупала, мне он очень нравится. Очень. К нему никаких претензий у меня нет. Сфокусируйся, пожалуйста, не на мне, а на кремнике. Кручь, не могу я вот. Вот такой вот крем. Взвязать все на турецком, наверное. Нет. Ламбур, поишь. Так. Теперь. Что я буду делать с волосами? Сейчас я на волосики нанесу вот эту маску. С Алиэкспресс. Помните, да, ее? Ей почти год. Ей почти год. Она у меня еще есть. Еще Зулечка ее пользуется. Зулечка ее пользуется как обычной маской. Ей она понравилась. Сейчас закажу ей тоже. Поэтому мне хватает вот такая вот горошинка. Вот. Мне это хватает достаточно. На руки. Вот так. И по волосам. Если пользоваться ее как обычной маской, мне кажется, результат будет даже лучше. Хотя не знаю. Ой. Вот так вот. Ссылочку не найду. Сейчас не смогу оставить. Обзор был. Все вот вещи, которые я говорю с Алиэкспресс, все вещи, обзоры на них были, все видео, видеообзоры в плейлисте «Товары с Алиэкспресс» по названию вы сможете найти. Руки помыть нужно после этой маски обязательно. Что мне еще и сделать? Ну, все в принципе. После маски нужно прочесать волосы. Обязательно, чтобы она как-то распределилась более равномерно. Вот так. И все. И вы красавицу. Сегодня я на лицо маску наносить не буду. Пусть отдохнет. Все. Сегодня у нас был девятый день массажа. Детки спят. Я не знаю, я говорила в своем видео. Изменения какие-то есть или нет. Я не говорила. Я не помню. Скажу так. Изменения заметила у дочери. Кстати, вчера она первый раз сама перевернулась полностью. Так она переворачивалась или со спины на бок она переворачивалась. А с живота она на спину переворачивалась. Но со спины на живот полностью она не переворачивалась. Только на бок. Вчера она уже перевернулась сама. Вот это вот её достижение. Ещё достижение, что она стала лучше держать голову. Всё. Больше пока изменений не вижу. Но мне кажется, за 8 сеансов это нормально. За 9. Сегодня был 9. У сына никаких изменений я не вижу. Он как хотел топать ножками, так и хочет. Ползать он не хочет. Это, видимо, рождённый летать ползать не умеет. Это вообще не его песня. Дочь ползать пытается. Она пытается отталкиваться ножками, пытается. Вот. После курса массажа пойдём к педиатру русскоговорящему, которого я нашла. Ну, об этом уже расскажу потом, уже когда пойдём к педиатру. Всё, закрываемся. Всем всего хорошего. Любите себя, ухаживайте со собой. Не забывайте, ваша кожа обязательно скажет вам спасибо. Пока-пока.